Приветище! Это Эволюция Обезьян, или как я называю, Ассасин Скрит по обезьяне. В общем, тут приключилась такая ситуация, но небольшая. Я хотел записать для тебя крутой ролик. Собрали мы, значит, стаю и решили отклониться с этого места, потому что мы тут всё сожрали, всё выловили, питаться здесь нечем было. Ну и я рассказываю тебе, что мы вот вышли, пошли куда-то по каким-то ромбикам, на новое местечко, и началось, короче. Одного крокодил растерзал, другого тигр, вылазка была не очень хорошая идея, я потерял всех своих сородичей, остался только я и маленький малыш, и, в общем, я принял решение начать всё сначала. На данный момент я достиг того же прогресса, на котором мы с тобой закончили, поэтому для тебя сейчас просто продолжается серия. Я почитал комментарий, выяснил, что вот эта трава, сейчас мы её схватим, вот эта трава, оказывается, имеет лечебные свойства, но чтобы она могла нас излечить, нужно её изменить. Значит, берём траву, перекладываем её в другую руку, вот, сменили руку, и теперь у нас появилась комбинация «изменить». Что ж, попробуем. Так, мы приготовились лапать этот кустик, начинаем. Ага, первая попытка у нас накрылась медным тазом, мы просто растерзали этот кустик, возьмём ещё один. Так, попытка номер два, перекидываем в другую руку. Меня это, конечно, крайне бесит, то, что предмет нужно перекидывать в другую руку, это очень неудобно. Ну, поскольку наш примат правша, это объясняет данное действие. Значит, пробуем ещё раз. Блин, да что ж такое-то? Попытка номер три. Вот так вот, наконец-то! Найден новый способ изменять предметы. Удаление лишнего. Смотри, короче. Мы сделали вот такую вот траву, которую нам нужно переложить обратно в правую руку и изучить. Давай, осматривай. Грубо говоря, это подорожник, который мы будем прикладывать к нашим ранам. Ну, или можно назвать его пластырем. Таким образом, мы познали новый вид взаимодействия с предметами. Траву мы сейчас эту выкидываем, она нам не нужна, потому что мы не истекаем кровью. Она нужна тогда, когда мы ранены. Берём сейчас палку и попробуем повзаимодействовать с ней. Перекидываем в другую руку. Изменить. И мы готовы ломать эту ветку. Значит, пробуем. Опа-на! Удаление лишнего. Короче, мы очистили эту палку. И, по идее, у нас появился новый инструмент. А именно палка. До этого была ветка, а стала палкой. Что мы можем с этой палкой делать? Ну, пойдём попробуем порыбачить. У нас здесь была рыбочка. Так, где она здесь? И всё бы было ничего. Но, к сожалению, мы не можем рыбачить, потому что палка не заточена. Мы просто не проткнём рыбу или другую какую-то живность, что находится в этой реке. Поэтому, чтобы нам заострить палку, у нас есть два варианта. Либо разлобыть где-то ножик из будущего, либо его попробовать соорудить. Тут у нас лежат камушки. Кстати, да. Смотри, как они аккуратно сложены. Они сложены, потому что я их так разложил. Я выяснил, что здесь можно ещё и складывать предметы в одну кучку. Выбрасываем, значит, нашу палку. Берём камушек. Берём второй камушек. И теперь пытаемся сделать из этого камня какое-нибудь остриё. Ага. Сильно ударили. Надо послабже. Попытка номер два. Есть, пошло. Теперь главное не ошибиться. Что ж такое-то? А, камни просто бракованы. Из Китая завезли. Дубль три. Ай. Все камни израсходовал. Пойду на вылазку. Поищу там камней. Отлично. Нашли камушки. Подбираем. На дворе у нас мороз, потому что вечер. Нужно найти красных листьев срочно. Чтобы мы не так сильно мёрзли. Так, выкидываем. Что ж у нас? Камень выкидываем. И едим эти листья. О, ещё и дождь пошёл. Очень плохо. Отлично. Защита от обморожения у нас есть. Съедим побольше листьев. Чтобы было больше защиты. Вот так вот. Ну, а теперь попробуем сделать точилку. Надеюсь, в этот раз всё получится. Потому что мы взяли другой камень. Надо делать это всё аккуратно. Есть! Получилось! Новый способ изменять предметы. Ударная обработка. Шикарно. А, это же самочка моя бегает за мной. Так, пойдём, милочек, пойдём. Также я прочитал комментарий о том, как делать детей. Нужно переключиться на самку, позвать партнёра. После того, как они там все дела сделают, просто зачать детёныша. И тогда на свет появится маленький потомок моего примата. Этим мы сегодня тоже займёмся. Но сперва мы заточим палку. И осмотрим то, что у нас получилось. Я это не осмотрел. Я что-то забыл это осмотреть сразу. Новый инструмент. Скребок из обсидиана. Вот. Он-то нам и нужен. Значит, вот этот камень выкидываем. Берём теперь наш палку. И затачиваем её при помощи нашего новенького заострённого камня. На самом деле, можно это делать и простым камнем. Но это будет в два раза, а то и в три раза дольше. Но проделать эту операцию тоже нужно, чтобы поднять интеллект. Наконец-то. Ударная обработка. При помощи этой обработки мы сделали острую палку. Отсматриваем её. Чтоб Мартышка поняла, что этой штукой можно кого-нибудь и поранить, в принципе. Новый инструмент. Заострённая палка. Что ж, теперь предлагаю пойти и попробовать всё-таки поймать какую-нибудь живность в реке. Пробираемся. И пробуем ткнуть в эти кусты. Надеюсь, у нас что-нибудь получится поймать. Мы не проморгаем. Давай, тыкай. Опа. Мимо. Ещё попыточка. Вот. Кажется, поймал. Рыба. Найдено новое применение инструмента. Подводная охота. Смотри, какая рыбёха. Огонь. Сейчас похомячим. Правда, её сперва нужно снять. А, погоди. Не могу снять. Изменить не могу. Тогда просто осматриваем её. Но осматривает он не совсем рыбу, а палку. Что удивительно. Он почему-то её нюхает, облизывает. Вот. Большеротый окунь. Поймали мы эту огромную рыбку. Теперь я могу изменить? Да. Теперь мы изучили рыбу и можем снять её. Вот так вот. Какая она здоровая, слушай. Размером с три моей лапы. Что ж, отведаем окунька. Наверняка у нас сейчас будет отравление, потому что это новая пища для нас. Офигеть. Мы съели всего окуня вместе с костями. Вместе с позвоночником мы, походу, сейчас ещё и голову съедим. Вот так-то. Голову мы всё-таки выкинули. Давай все наши инструменты оставим здесь. Выкидываем их. И пойдём поспим. Займёмся размножением, как говорится. Зовём нашего партнёра. А, нет, подожди. Нам же нужно переключиться. А ты посмотри, она беременна. В конце прошлой серии мы спаривались с этой самкой. Но чтобы этот ребёнок появился на свет, переключиться всё-таки нужно будет. Теперь идём на нашу лежанку. Лежанку-полянку. Ложимся спать. И даём потомство. Наш первый маленький обезьян. Так, это я не то, что-то нажал. Дать потомство. Вот. Это яйцеклетка примата. Ух ты, какая прелесть. Маленький наш обезьян. Как быстро он родился. Ну вот. Теперь можно сказать, что у наших приматов есть свой собственный маленький детёныш. Пятнадцать месяцев спустя. Нифига себе, как время летит. Наш маленький детёныш учится копать. Ну и вообще, в целом, взаимодействовать с миром. Папашу он докучает. А, это мамаша. Мамашу он докучает. Ты утомил меня. Успокойся уже. Дай мамке отдохнуть. Отлично. Новый детёныш. Наше поселение возросло. Кстати, я только сейчас обратил внимание, что за пределами поселения есть отбившийся член стаи. Нужно бы его вернуть. Для этого мы переключимся. На нашего лидера. Эээ, подожди. Ты куда побежал? Папа, стой. Он в кусты побежал. А ну иди сюда. О, переименовать могу. Подожди-ка, давай-ка мы ему дадим другое имя. Тут такие имена у приматов, что я постоянно в них путаюсь. Значит, меняем имя. Мор. А, сам я сменить имя не могу. Только рандомное выбрать, да? Нож. Значит, ладно. Лидер у нас будет нож. Отличное имя. Подтвердить. Переключаемся. Берём, значит, нашу палку заострённую и направляемся за отбившимся членом стаи. Как нам найти отбившегося примата? Самый элементарный способ это включить интеллект, встать на свои задние лапы. И вон мы его уже видим. Но если мы его не видим, то можно его услышать. Включаем слух и сразу же его видим, что он вон там вот. Ага. Запоминаем его местоположение. Вон там. Что-то ему плохо, по-моему, да? Может, он отравился чем-то. И направляемся в его сторону. Ну что, попробуем запрыгнуть на эту листву. Я не знаю, получится у меня с палкой... Да, получилось с палкой зацепиться за листву. И теперь нужно допрыгать до дерева. Вот так вот. Если честно, я чертовски не люблю лазить по деревьям, потому что я вечно с них падаю, ломая кости себе. А иногда даже бывает, что я просто убиваю обезьяну. Она разбивается. Если я очень высоко куда-то забираюсь. Вот он, наш примат. Ему действительно плохо. Сейчас мы тебя спасем. Вот так вот. Дружище, чего с тобой случилось? Надо его проанализировать. Точнее, не проанализировать, а изучить. Ага, смотри, мы можем передать ему палку. Но делать мы этого не будем. Мы просто хотим... Ну что ж такое? Мне что, придется палку выкинуть? Ммм... Походу, чтобы взаимодействовать с нашим приматом, мне нужно выкинуть палку. А я так не хочу этого делать. Ух ты, сколько тут веток. Ладно, давай попробуем аккуратно эту ветку положить на эти ветки. Я же умею аккуратно складывать, правильно? Чтобы это все аккуратно сложить, нужно, чтобы эти ветки засветились. Но они не светятся, поэтому мой способ не проконает. Попробуем выкинуть ветку вот сюда. Здесь довольно много места. Я думаю, что она не упадет. Ай, все равно свалилась. Ладно, обезьян, что с тобой стряслось? Давай посмотрим на него. Он показывает на шею. Значит, ему хочется пить. Или есть. Поскольку мы изучить его не можем, нужно ему сперва принести какой-то еды или питье. А ты кто такой? Неужели это моя самка? Нет, это самка другого чувака. Ладно, раз ты за мной увязалась, пошли. Будем искать еду. А лучше давай попробуем найти кокос. Где у нас здесь пальмы? Вот это неудачно я спрыгнул. Я надеялся, что я схвачусь за листву. Но все пошло не по плану. У нас перелом кости. Это не так смертельно, как кровоточащая рана. Причем мы сломали колено, по-моему. Ну, ногу, в общем. Но не беда. Для того, чтобы срастить нашу кость, нам достаточно взять вот такую вот траву и просто ее покушать. Потому что она укрепляет наши кости. Вот таким вот макаром мы лечим наши кости. Боль с колен уходит. Вот так вот. Кость мы излечили. Слушай, а как насчет того, чтобы принести вот этот вот кусочек травы и вот эту ягоду? Пробуем дать этому примату, например, траву. Держи. А, нет, мы дали ему ягоду. И вроде бы все у нас получилось. Великодушный лидер. Вы приняли в стаю страдающего от жажды чужака. Теперь мы можем его изучить. Как я и говорил, это самка. Зовут ее Тем. Так, теперь за мной ходят два примата. Нужно отвезти нашу новую самку в стаю. У нас тут небольшие проблемы, Хьюстон. Вернулся, значит, я в наше поселение. А смотрю, новой обезьяны-то нет. Она, короче, застряла здесь. И похоже, что заглючилась. Это реально проблема, потому что... Как мне ее теперь обратно-то вернуть? Так, может ее подтолкнуть, я не знаю. Может ее как-то сбить камнем. Ладно, может она со временем сама как-то прибежит. Возвращался я обратно и нашел какую-то новую штуку. Что это такое? Надо подобрать. Берем и осматриваем. Похоже на какой-то улью или что? А, нет, это кокос. О, не кокос, а семя какое-то. Волокна хлопкового дерева. Мы можем его применить. Ладно, давай попробуем. А, он обмазывается им. Интересно, для чего? А, все понятно. Эта штука позволяет нам тоже исцелить кровоточащие раны. Возвращаемся и завершаем нашу вылазку. Объявляем сончас. Что, что случилось? А, что ты ее... А, ну это просто... День 95, мы закончили вылазку, а радости как будто это первая наша вылазка была. Слушай, хе-хе. Ну, видимо, то, что все закончилось удачно, вылазка тоже удачно прошла. Поэтому и радость. Что ж, ладно. Давай немножечко эволюционируем. Ух ты, сколько у нас нейронов-то новых открылось. Посмотрим, что у нас тут есть. Воу-воу-воу, что происходит? Действие с предметами. Теперь вы можете перекладывать предмет из руки в руку во время движения. Хорошо. Не совсем полезно, но пригодится. Обрати внимание, как сейчас к этому нейрону будет тянуться электрический импульс. Гляди. Смотри, как нейроны все зашевелились. А нейронная сеть тянет свои щупальцы. Вертикальное положение и органы чувств. Теперь вы можете замечать больше удаленных предметов с помощью органов чувств. Новая способность действия с предметами. Теперь вы можете выбрасывать предметы во время движения. Ну, такое себе я тебе хочу сказать. С эволюцией у нас закончено. Предлагаю все-таки действительно поспать. Посмотреть, что нам будет сниться. А сниться нам лидерские какие-то темы. Что-нибудь еще? Тут как мы смотрим на какие-то кусты. На травку. Все. Девять утра. Пора вставать. Сон у нас в порядке. Напиться водицы нам хотелось бы. И покушать. Хорошо. Но. Напиться водицы я нашел другой способ. Мы сейчас пойдем разобудем где-нибудь кокос. За нами там никто не идет. Да, вроде бы все на месте сидят. Там этот примат все до сих пор на дереве. Ну, да, действительно. Только она не спустилась, а взбралась на него опять. А, господи. Вот она, Чудра. Опять за ней придется возвращаться. А, нет, это оно. Подожди. Короче, две этих обезьяны так и не пошли за мной в стаю, да? Ну, и ладно, сидите на дереве, короче. Я вас больше звать не буду. Я думал, посплю. А они как раз к этому моменту придут, разглючатся. Ищем с тобой пальму. Пальма как раз таки есть под нами. Вон она, вон там. Прыгаем. И вот она, пальмочка. Сейчас сразу же возьму два кокоса. Ползти мне за ними лень. Поэтому давай просто их потрясем. Давайте, падайте, падайте, кокосики. Вот так. А, тихо. Главное наш банк, чтобы не прилетело. Слава богу, ничего не прилетело. Черепуха у меня будет здорова. Берем, значит, кокосики. Благо, я теперь могу вытащить два сразу. О-о-о. Селов у меня нету. Что-то пока за кокосиками сбегал, все. Как говорится, выбежал в магаз за хлебом. И до дома не дошел. Ладно, сейчас немножечко передохнем. Энергия поднакопится, все. Должно хватить. И добежим до дома. Рыбат, рыбат, смотри, что принес. Кокосики, кокосики. Один кокосик мы выбрасываем. Берем, значит, камушек. Как я ранее предполагал, кокосы можно раздолбить камнем. Просто я не допедрил, как это сделать. Во что играешь, в то и превращаешься, как говорится, да? То есть в моем случае в примат. Все, теперь мы можем изменять наш камень и кокос. И попробуем сейчас расфигарить наш кокосик. Вот таким макаром мы его бьем. Там появляются прорези. Вот. Хорошо, еще побольше. Давай, последний раз, мне кажется. Да! Новый способ изменять предметы. Ударная обработка. Теперь вы можете модифицировать кокос. Знаток инструментов. Камни. Отлично. Что ж. Камень выбрасываем. И давай посмотрим, что у нас получилось с кокосом. Осмотрим его. Понюхаем, оближем, поцелуем. Ну, что мы обычно делаем с предметами. Найдена новая еда. Треснувший кокос. И теперь мы можем попить. Что лучше восполняет жажду? Кокос или вода из рук? Пьем кокос. Ну, слушай, это намного удобнее. Универсальный метаболизм. Вы усвоили питательные вещества. Это хорошо, но я еще хочу пить. Придется сломать еще один кокос. Что я пью из речки, что я пью из кокоса. Процесс утоления жажды такой же длительный. Ладно, давай долбить кокос, короче. Кстати, кокос нам дает два дополнительных свойства. Первое, это защита от змеиных укусов. Ну, или от вампиров, я не знаю. Похоже на клыки, скорее всего, это змеи. А второе, это защита от отравления. То есть, если мы съели какую-то ядовитую ягоду, это должен... Кокос нам должен помочь. Ладно, с двух кокосов мы не напились. Пойдем тогда пить из речки. О! Ты посмотри! Устала, значит, макака ползти. Теперь она просто воткнулась головой в дерево, да? Пойдем попробуем с ней поболтать. Может, у нас что-то получится. Спросим, что это она там делает? Мадам, как вы себя чувствуете? Я думаю, что она смотрит за процессом развития дерева. Изнутри. Я не знаю, могу я с ней как-то взаимодействовать? Или ей уже и так хорошо? Да, наверное, ей уже хорошо и так. Субтитры подогнал «Симон»!